Открытый диалог с Александром Непомнящим Уважаемые дамы и господа, пришло время встретиться с нашим израильским корреспондентом Александром Непомнящим в его программе «Открытый диалог». Александр у нас на связи. Добрый день, добрый вечер, Александр. Добрый день, Сергей Васильевич. Здравствуйте. Ну, что ж, к сожалению, до нас дошло такое печальное известие о том, что в Израиле в очередном теракте был убит 19-летний Двир-40. Пожалуйста, расскажите, если вы знаете, что там произошло и как это все произошло. Спасибо. Да, действительно, в Израиле в последний древний, в последний месяц, слава Богу, в общем, мы могли говорить о том, что количество терактов стало меньше, но вот, к сожалению, вновь теракт. Причем, произошел он в канун одного из самых трагических дней в еврейском году. Праздник, или точнее называть траурная дата 9 авгу по еврейской традиции. В этот день в свое время были разрушены и первые, и вторые, иерусалимские храмы. И вообще много всего по еврейской традиции плохого случалось именно 9 авгу. И вот в канун этого дня, который является постом, очень важным постом, почти таким же, как пост судного дня, и 9 авгу, который начнется, в общем, на исходе субботы, произошла эта трагедия, снова теракт, действительно, в ночь, на четверг, в бою с врагами погиб 19-летний боец армии обороны Израиля Двир Сорек из Офры. Офра — это поселение, которое в свое время один из левых идиологов призывал раздавить танками. То есть мы говорим о молодом человеке-поселенце, то, что называется, жителе, еврейском жителе, иудеи, и самарии, религиозном, то есть вот как раз из той группы, из той категории, которую многие, в том числе в Израиле, вообще говорят, что эти люди вообще не служат в армии, что является, конечно же, неправдой. Этот мальчик из достаточно известной израильской семьи, его отец, известный очень публицист, конечно же, тоже поселенец, человек правых взглядов, консервативных, как говорят, в Америке, тоже соблюдающий традицию, религиозный человек. Юав Сорек, он в свое время был редактором журнала «Сгуля», из которого исторического журнала израильского, на мой взгляд, очень неплохого, который я уже много лет его читаю и часто перевожу туда статьи на русский язык, поэтому мне знакома работа Юава Сорека. И вообще в этом теракте сложилось сразу много разных понятий, и сделав его не просто вот еще одним тяжелым терактом, ужасно трагическим, но еще и во многом символичным. Во-первых, этот мальчик погибший, он внук раввина Бениамина Херлинга, который был застрелен фактически 19 лет назад террористами арабскими в октябре на горе Иваль. Гора Иваль — это библейская гора проклятий, гора, на которой в свое время евреи построили фактически первый жертвенник еще задолго, за 400 лет до создания первого Иерусалимского храма. Сразу как только, в соответствии с нашей традицией, евреи прошли через пустыню, это заняло, мы помним, 40 лет, и вот они перешли через Иордан и вошли в страну Израиля. И был сложен жертвенник на горе Иваль, жертвенник, который впоследствии был найден археологом Аданом Зарталем. И вот на экскурсии к этому месту, фактически по своей значимости, сравнимому с Храмовой горой, например, с тем местом, где был когда-то Иерусалимский храм, в октябре 2000 года группа фактически туристов, можно сказать, но людей, которые даже не паломников, они не шли туда молиться, они просто шли посмотреть на это удивительное место, и они попали в засаду террористов из Шхема, поскольку все это над Шхемом находится, на горе. И это было время, когда премьер-министром был Ихуд Барак, он сейчас возвращается в политику от крайне левой партии Меретс уже, тогда он был главой партии Труда. И в тот момент, в общем, для того, чтобы отогнать этих террористов, нужно было просто поднять с соседней базой, находившейся буквально нескольких сотен метров, вертолет, который бы подлетел и прикрыл бы отступление вот этой группы людей, не готовых, конечно же, к бою с террористами, они просто лежали за камнями, стараясь, чтобы в них не попали пули, и вызывали по рации подкрепление, подмогу. У них был один человек, который был сопровождающий с оружием, который мой товарищ Михаил Чернин, который был тогда ранен в этом тоже теракте. Но Барак медлил, по сути дела он был главой правительства, и он, решав в такой экстремальной ситуации, это его решение должно было быть, послать или нет вертолет, чтобы отогнать террористов. Он медлил много часов, и буквально восемь часов они лежали вот так вот под пулями, и раненый Бениамин Херлинг, раввин Бениамин Херлинг, погиб, собственно, он умер от ранения, потому что ему не смогли оказать вовремя медицинскую помощь. И буквально в тот же год у него родился внук, вот этот самый Двир Сорек, который сейчас погиб тоже от рук арабских террористов. Некоторые, описывая этот теракт, написали, что он был зарезан, и мне это очень, мне кажется, это неправильным говорить о том, что он был зарезан, потому что речь шла о том, что он фактически, его хотели, как мы сейчас предполагаем, украсть, то есть захватить в плен, чтобы потом давить на правительство и народ Израиля. И он не дал себя захватить в плен, то есть в отличие от Гелада Шалита, в свое время, мы помним, такой был солдат, который попал в плен, сидел несколько лет в плену, пока не был выкуплен за освобождение более тысячи террористов. Так вот, Двир Сорек, как видно, не хотел оказаться в этой ситуации, он сопротивлялся до последнего, хотя он не был вооружен и был просто погиб в этом бою, поэтому он не был зарезан террористами, он именно погиб как герой, защищаясь и не даваясь террористам. Теперь вы спросите, почему же у этого солдата не было оружия? Дело в том, что фактически он еще даже не был солдатом. Этот молодой человек учился, он был в специальной программе, в которой часто поблагают ученики религиозных школ. Если они хотят продолжать религиозное обучение, совмещая его со службой в армии, то они попадают в специальную такую программу, в которой они учатся, изучают еврейское право, то есть еврейский закон, учатся быть раввинами в каком-то смысле или просто специалистами еврейского права. И, начиная с некоторого момента, они проходят уже военную подготовку и также занимаются военной службой. Так вот, он начал только этот курс, он еще даже не прошел курс молодого бойца, поэтому с ним не было ни оружия, у него не могло быть даже оружия еще. И таким образом он был убит, он был легкой жертвой для террористов. Он погиб буквально в сотне метров от ворот поселка Мигдаля-Ос, в которые он шел. Он вышел из автобуса и пошел вечером практически от остановки до поселка, и вот по дороге был перехвачен этими террористами. Его нашли с несколькими книгами, которыми он прикрывался, или, может быть, просто он прижимал к себе, уже убитый. Эти книги, которые он купил в Иерусалиме для того, чтобы подарить своим раввинам, я не знаю точно в контексте какого праздника или какого действия, но эти книги, как пишут в газетах, он купил подарок для своих учителей. И одна из этих книг — это книга, художественная литература, книга израильского писателя Давида Гроссмана. Я сказал уже, что в этой истории очень много символических каких-то переплетений, то есть и сам он из такой семьи, и вот ровно 19 лет фактически, когда он родился, погиб его дед. И Давид Гроссман, израильский писатель, человек крайне левых взглядов, несмотря на то, что его сын погиб в Ливанской войне 2006 года. Он настолько левый, он, например, несколько лет назад выступал в поддержку того, чтобы Израиль оставил нелегалов из Африки, инфильтрованных, пробравшихся в Израиль, чтобы он не выгонял их и не отправлял обратно в Африку. Но не только это, он известный враг поселенцев Давид Гроссман. В 2010 году, то есть всего 9 лет назад, он призывал бойкотировать еврейские поселения, жителей еврейских, иудеи и самарии, а в 2016 году поддержал проект Европы, клеймить таким специальным позорным знаком, желтым, что характерно в Европе, продукты поселенцев. И в то же время этот человек является известным израильским писателем. Если вы спросите меня, я не считаю его выдающимся писателем, но израильская литература всё-таки не настолько богата, скажем, литературой на русском языке, поэтому здесь и Давид Гроссман нашёл своё почётное место. И видите, как бы мир очень не чёрно-белый. С одной стороны, Гроссман — враг поселенцев, откровенный. С другой стороны, вот мальчик — поселенец, и сын поселенца, и внук поселенца. То есть это уже на самом деле даже, я могу вам сказать, даже четвёртое поколение уже людей, живущих в иудеи и самарии. Тем не менее, он часть еврейского народа. И для него Гроссман со всеми его выкрутасами идеологическими тоже часть его культуры, и он эту книгу хотел подарить своему раввину и погиб с ней, был зарезан теми самыми арабскими террористами, которых вряд ли, если спросить Давида Гроссмана, наверное, он не считает себя другом арабских террористов, при том, что, по сути, по факту, они сходятся в том, что нужно изгнать евреев из иудеи. Вот такая вот запутанная и сложная история. Глава правительства, поскольку это очень резонансный теракт, во-первых, в общем, в Израиле мы давно уже не в той ситуации, когда теракты случаются часто, и когда происходит вот такой теракт, то, в общем, вся страна замирает, потому что это некое событие из ряда вон выходящее. И, кроме того, поскольку эта семья достаточно известная, то, конечно, привлекло большое общественное внимание. Натаньял сказал, что, как ему докладывают службу безопасности, мы вот-вот арестуем, поймаем убийц. Был сегодня арестован некий житель арабской деревни, и у него был конфискован автомобиль, но при этом говорят, что службы не считают, спецслужбы не считают, что именно этот араб причастен к теракту, то есть, возможно, просто его был автомобиль использован. Пока что мы не знаем никаких подробностей, и Шабак, служба безопасности, накладывает запрет на публикацию каких-то подробностей, пока идет расследование, пока фактически преступники еще не пойманы. Вот такая вот ситуация, такая вот трагическая и символическая, я бы сказал, даже глубок символов и трагедий, показывающих, насколько непростая и неоднозначная ситуация вокруг еврейской. Главной проблемы Израиля, проблемы того, где пройдет его граница, кому принадлежит иудея, иудеям или арабам, и есть ли у нас место под солнцем. Это, конечно, кошмарная, кошмарная ситуация. Пожалуйста, если вы что-нибудь узнаете, обязательно расскажите нам все-таки о последствиях и самого расследования и так далее. Ну, а пока, если вы не возражаете, ну, мы знаем прекрасно, что почему-то по каким-то причинам турки вдруг начинают опять поднимать голову, начинают обливаться от рук, Ну, и вот последняя информация, это о том, что Турция грозит затопить Европу мусульманскими мигрантами. Что вы об этом знаете, пожалуйста? Да, там интересная очень ситуация складывается. Дело в том, что действительно Турция пригрозила как бы открыть шлюз массовой миграции в Европу, если гражданам Турции самой не будет предоставлено безвизовый въезд в Европейский Союз. То есть, по сути дела, Турция сейчас шантажирует Европу, или вы дадите нам безвиз для наших граждан, а это страна, которая по количеству населения больше, чем Германия, скажем, 82 миллиона человек. Или мы затопим вас мигрантами, то есть нелегалами. В свое время Европа согласился на либерализацию ВИЗ в соглашении с Турцией еще в 16-м году, 3 года назад. А Анкара, в свою очередь, обязалась остановить поток мигрантов. Дело в том, что мы знаем, что Европа сейчас подвергается нашествию мигрантов, в первую очередь мусульманских мигрантов, из Африки, из Сирии, из Афганистана, из Ирака. Большая часть, по крайней мере, тех, которые идут из Азии, идет через Турцию. И Турция может либо прикрыть этот шлюз, либо, наоборот, открыть его максимально. И в свое время Евросоюз договорился с турками, что они придерживают мигрантов, идущих через Турцию. Но за это Евросоюз пообещал в будущем обеспечить безвиз для жителей Турции. А теперь европейские официальные лица говорят, что, хотя Турция сократила поток мигрантов, она еще не выполнила все требования по либерализации, которые необходимы для безвизового режима. Более того, министры иностранных дел ЕС в середине июля, то есть буквально недавно, решили прекратить переговоры на высоком уровне с Анкарой в рамках как бы санкций из-за того, что Турция добывает нефть и газ у побережья Кипра. Ведь мы помним, что Турция в 70-е годы захватила часть Кипра, сказала, у нас там живут наши турки, и просто, поскольку она сильнее, чем греки-киприоты, захватила почти половину острова и считает его своей территорией. А теперь, поскольку мы в нашем регионе нашли газ в шельфе и стали все добывать, то и Турция тоже решила добывать газ, но не только на своем шельфе, но и на шельфе кипрском. И Европа сказала, ах-ах, это нехорошо, Кипр наш член Евросоюза, как же так? И вот у них такие вот сейчас возникли столкновения. Но теперь, что происходит? Министр иностранных дел Турции, Мувлад Чавашуглу, он сказал, что в таком случае Турция отказывается от сделки по поводу мигрантов, раз ЕС не выполняет свое обещание обеспечить, предоставить турецким гражданам без виз в 26 европейских странах. Дело в том, что это соглашение в свое время действительно было подписано европейцами как бы в попыхах, без всякого продумывания ситуации в дальнейшем. Это было в 16-м году, тогда Европа просто задыхалась под наплывом мигрантов. Вот если мы когда-то учили историю, помним великое переселение народов, и вот племена, которые шли на Римскую империю, как бы казалось всегда странным, как могло случиться, что Римская империя, наводившая страх на все окрестности, вдруг пала под набегами каких-то варваров. Вот мы теперь видим своими глазами, как это происходит, когда Европу нахлёстывают эти валы беженцев, и Европа не способна противостоять, не потому что она слабее физически, потому что у них нет вот этого внутреннего морального какого-то кодекса, который позволил бы сказать, вот это наше право, и мы сюда вас не пустим. Так или иначе, европейские чиновники пошли тогда в 16-м году по более простому пути, они сказали, а давайте грязную работу за нас сделает Турция. Турция, что ты хочешь? Турция сказала, ну дайте денег. Европейцы сказали, мы дадим вам 6 миллиардов евро, то есть почти 7 миллиардов долларов. И дали 7 миллиардов долларов, почти 6,7, 6.7, а турки за это закрыли свою границу, то есть у них-то проблем с правами человека никаких нет, кто-то лезет через границу, его просто стреляют, и мигранты поняли, что граница закрыта. Со турецкой стороны. И также сказали, ну что-нибудь еще. Европейцы сказали, ну вот вы же проситесь давно в Евросоюз, давайте без виз. Те сказали, давайте без виз. Но тут европейцы решили их немножко провести, или что ли размазать как-то все это. И стали говорить, ну вот вы должны там какие-то экономические реформы провести, стать более демократичными. Только было очень смешно, я думаю, потому что когда им говорили про то, что они должны стать более демократичными. Так или иначе, тут ведь в чем проблема главная? Проблема в том, что европейцы не могли сами себе признаться в том, что у них есть право у самих. То есть Европа вправе не пускать к себе мигрантов, потому что она не может быть местом, куда сбегутся все, кому плохо живется в своих странах. Это не решение проблемы. Но мы знаем, что нарратив европейской прогрессивской политики такой, что ты не можешь это сказать, тебя сразу же обвинят в том, что ты расист, белый супремасист, что там еще у них по тексту. И они вынуждены губнить о том, что мигранты — это благо, и что они должны поступать так, исходя из гуманитарных соображений, и впускать все те миллионы, десятки, сотни миллионов, которые им пророчат, что прибегут из Африки, из Азии, потому что распускают. Почему же не побежать на вэлфа, жирные европейские вэлфа? И они решили схитрить. Они решили так, мы сами это сделать не можем, пусть турки это делают. А турки поняли, что эта ситуация отличная для них, потому что они сказали, хорошо, мы сделаем, у нас никаких проблем нет, но вы будете за это нам платить. Теперь те 6 миллиардов евро, почти 7 миллиардов долларов, которые они тогда получили, уже кончились. У Эрдогана сейчас большие нужды, у него экономика в кризисе, ему нужны деньги еще. Он говорит, слышите, европейцы, я отошлю за час, я приоткрою, и будет вам весело. Европейцы не знают, что ему ответить, потому что, с другой стороны, обещать-то они обещали без виз, но совершенно понятно, что выполнить это условие они не могут. То есть даже если бы в Турции сейчас вдруг пошла бы и выполнила все условия, перестала бы добывать газ на кипрском шельфе, и перестала бы преследовать жестко противников Эрдогана, там речь идет о десятках тысяч арестованных, то есть в Турции реально идет фактически 37-й год, там перебита верхушка армии, целые пласты, профессиональные гильдии уничтожены, там учителей, журналистов, то есть все те группы, которые бы казались Эрдогану потенциальными противниками, сторонниками его главного врага Гюлена, который прячется в Америке сейчас, они все просто, так сказать, разгромлены, разнесены, пересажено огромное количество людей, и Европа говорит, ну вот видите, у вас же там вот такая вот ситуация, мы как бы еще не выполнили нормы по демократизации, но даже если бы все это было выполнено, совершенно понятно, что дать безвиз туркам невозможно, и европейцы говорят, почему, потому что либо просто граждане Турции понесутся вскач в Европу, потому что совершенно понятно, что в Европе при всех проблемах жить намного проще и лучше, опять же, жирный вэлфер, чем сумасшедшим Эрдоганом, а с другой стороны, говорят европейцы, есть еще другая проблема, этим может воспользоваться Эрдоган, чтобы выдавить из Турции в Европу курдов, которые мы уже его достали, ведь Турция на самом деле, мы знаем, что там есть огромное курдское меньшинство, которое на самом деле скоро уже не будет меньшинством, и чисто формально их курдов станет больше, чем турок, потому что это большие деревенские семьи, в отличие от турок, у которых в семье один-два ребенка, у курдов в семье шесть-восемь, и, соответственно, там такая демография, что, в общем, курдов скоро станет большинством. Эрдоган может воспользоваться, сказать, ну-ка, сейчас мы этих всех курдов отправим в Европу, от греха подальше, от наших проблем подальше, но эти курды, они от этого не станут более цивилизованными, и европейцы говорят, а какая разница, или к нам лезут сирийцы и афганцы, или к нам приедут курды, в общем, за рыбу гроши, нам и так плохо, и так плохо, то есть в каком-то смысле Европа оказалась в очень неприятной ситуации, и суть здесь, в этой неприятной ситуации, в которой она оказалась, она заключается в том, что европейцы не могут сказать себе честно, мы не хотим мигрантов, никаких мусоров, мы хотим нормальные визы рабочие, вот нам нужно каких-то рабочих, пусть они приедут поработать, то мы едут обратно, мы не против, мы даже можем спасать каких-то политических беженцев в разумных количествах, но мы не можем принять всех тех людей, которые сбегаются к нам из Африки, из Азии, потому что у них там плохо, а у нас тут хорошо, потому что получается, что эти прибежавшие, во-первых, они проедают наши деньги, то есть у нас были наши граждане, наши французы, наши немцы, которые всю жизнь работали, откладывали свои деньги, чтобы у них потом была пенсия, а что получается сейчас, что отложенные деньги мы будем тратить социальные, на социальные проекты, для тех, кто прибежал сегодня, и которые вообще ни дня не работал в нашей стране, а им нужно много, потому что они не образованные, у них нет ничего за душой, их нужно кормить, поить, одевать, чистить и учить чему-нибудь ещё. И это только одна часть проблемы. Вторая часть проблемы заключается в том, что эти люди прибегают в Европу, многие из них, на самом деле, наверное, люди неплохие, они действительно бегут, потому что им плохо, это можно понять. Но ведь помните профессор Преображенский у Гулгаков, он говорил, разруха, она ведь в головах, а не в парадном. И поэтому, когда люди прибегают из Сирии, потому что им плохо в Сирии, они прибегают в Европу и начинают жить в Европе, как они жили в Сирии, потому что они по-другому не умеют и не хотят их ислама, они знают, что ислам лучшая в мире религия, по ней нужно жить, а по ней нужно жить так, как в Сирии. И получается, что они просто переносят Сирию в Германию, и они убежали из Сирии в Германию и сделали в Германии такую же точно Сирию, унылую, тусклую, беспросветную. И европейцам с этим наплывом никак не справятся. Но вместо того, чтобы честно сказать, ребята, мы не готовы принимать вас всех, Сирию, чтобы сделать из вас людей, но у вас на месте, а вы к нам не ходите, они этого сказать не могут. И поэтому сегодня они стали заложниками сумасшедшего Эрдогана, который будет с них сдирать, как с овцы, шкурку за шкуркой, и он будет говорить им, те деньги, те кавоши, которые нам прислали в прошлый раз, уже кончились, давайте шлите нам новые кавоши, новые миллиарды евро, или мы вас опять затопим, и это будет продолжаться до бесконечности. В этом смысле, конечно, Трамп, замечательный американский ваш, он говорит то, что есть, он говорит, ребята, мы не хотим эту эмиграцию многочисленную, там есть хорошие люди, там есть плохие люди, но мы не можем, Америка не может принять всю эту... Поэтому мы будем строить стену, мы не будем просить Мексику, чтобы она делала за нас грязную работу, чтобы она удерживала этих мигрантов, а мы будем сидеть, как будто такие чистенькие, и говорить, что мы тут ни при чем. Нет, ребята, мы строим стену, потому что мы не хотим, чтобы к нам кто-то лез, и поэтому Трампа и Америку никто не сможет так шантажировать, как шантажирует сейчас Европу. Ну, вот как-то так. Да, интересная ситуация, действительно, получается и так, не так, и так, не так, а какой-то выход нужно иметь. Ну, давайте тогда, Александр, давайте мы привемся в этом месте, послушаем рекламную паузу, вернее, рекламный блог, и потом вернемся, еще есть очень много всего, чего бы я хотел с вами обсудить. Спасибо большое, все оставайтесь с нами. Дорогие друзья, добро пожаловать в программу Александра и не помнящего «Открытый диалог». Александр, у нас на связи, номер телефона в студии 847-400-5200. Александр, если вы не возражаете, у нас есть звонок. Хорошо, давайте будем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господа. Александр, к вам вопрос такой. То, что произошло, действительно, трагедия с этим мальчиком, я как понимаю, он ультра-ортодокс, right? Правда? Ультра-ортодокс. Чтобы ответить на этот вопрос, я должен сделать некоторое разъяснение. Дело в том, что, когда мы смотрим, например, когда вы смотрите из Америки, то вы говорите так, вот есть автодоксы, есть реформисты и консерваторы. Автодоксы – это те, которые, в общем, выполняют весь комплекс законов. Консерваторы делают некоторые послабления, ну и реформисты, как мы знаем, в общем, только некий дух у них остается в такой еврейской традиции. Но в Израиле, где почти практически все религиозные евреи – это именно ортодоксы. Почему можно отдельно поговорить, я могу объяснить. Но внутри этих ортодоксов есть так называемые сионисты, религиозные сионисты. То есть люди ортодоксальные абсолютно, выполняющие все предписания, все законы раввинистического иудаизма, но при этом считающие, что сегодняшняя эпоха – это эпоха возвращения евреев, геула, то есть освобождения, и видят в государстве Израиль важный проект божественный. Есть ортодоксы, их называют иногда еще ультра-ортодоксами. Это те, которые говорят, что освобождение геула еще не наступило. И Израиль в этом смысле – окей, хорошо, это государство, где живет действительно очень много евреев, но оно не является еврейским по сути своей, и оно, конечно, не от Бога, это некий случайный такой вот процесс. Может быть, оно просуществует, а может быть и нет. Но мы просто здесь живем, потому что нам так удобно, и, конечно, мы его не воспринимаем как некое божественное действие. Мальчик этот погибший, он относился, конечно, к религиозным сионистам. То есть здесь вы посмотрите на его фотографии, у него пейсы длинные до плеч. То есть по всем параметрам, по-американским, он, конечно, никакой не реформист и не консерватор. И его родители, безусловно, соблюдают еврейскую родицу в полной мере. С другой стороны, это не ультра-ортодокс, не относится к той самой вот группе, которая в Израиле представлена партией еврейства Торы, ну, еще немножко партии Ишас. И, допустим, идут постоянные дебаты в Израиле, что их сторонники должны идти в армию. На самом деле, они идут в армию, немножко меньше, чем светские, но светские левые партии часто делают из этого ищу тему для того, чтобы атаковать религиозно. Но этот мальчик не из этой группы, он из религиозных сионистов. Значит, Александр, вопрос такой, что, в принципе, это то, что вы сейчас назвали, это против кого выступает Либерман, против которых он разжигает буквально ненависть в вашем государстве. А тебе я хочу задать еще такой вопрос. У вас пару дней назад было 40 с чем-то конгрессменов, демократов, там, не знаю, там сенаторы были, которые, наверное, вам клялись любви и так далее, потом поехали целоваться с Карабасом-Барабасом. Как вообще вы воспринимаете, что они могли вам обещать? Ни один из них официальных лиц не был на открытии израильского или американского посольства в Иерусалиме. Понимаете, это люди, я их называю Троянский Кой, они не являются друзьями Израиля, они не являются, понимаете? И они к вам приехали, на каком уровне их встречали, принимали, и действительно, что они вам обещали. Опять спасибо огромное вам за программу, с удовольствием. Ждем каждую пятницу вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, вот вы сказали, что была группа конгрессменов-демократов. Я в наших новостях даже не видел этого. То есть, если это и было отмечено, наверняка это где-то было отмечено, это прошло так низко, в такой низкой строке информационной, что, в общем, для меня оказалось под радаром. То есть, из чего я делаю вывод, что их встречали на самом, скажем, базовом уровне, и никаких заявлений для израильской прессы, важных заявлений они не делали. Дело в том, что действительно сегодня, конечно, демократическая партия представляет, с точки зрения Израиля, достаточно жалкое зрелище. С одной стороны, конечно, там осталась еще старая гвардия, с которой Израиль привык работать и всегда подчеркивал, что мы дружим именно с американским народом, мы уважаем его выбор. Если у вас демократический президент, мы с демократами пытаемся договориться, если республиканский, с республиканцами. При Трампе все изменилось, потому что сначала был Обама, который был бешен и не тенденциозен к Израилю. Потом пришел Трамп, который, наоборот, самый благоприятный для Израиля президент за всю историю существования государства Израиль. Мы такого никогда не видели, мы такого энтузиазма от американского президента, такой помощи, такой солидарности, такой готовности сделать хорошее для Израиля, мы никогда не видели и не ожидали, наверное, многие. На этом фоне демократы смотрятся и так вяло. А тут еще мы знаем, что у них там сейчас идут сложнейшие критические процессы, при которых вот эту старую гвардию вообще оттеснили далеко. Осталось левое крыло старой гвардии, которые, в общем, еще были крайне левые, но при этом еще вменяемые, вроде Нэнси Пилос или почти вменяемые. А их оттесняет вот эта новая банда четыре всадника Апокалипсиса, там Слаеб и Ильхан Амар и Акасия Кортес, у которых просто искры из глаз, и мы понимаем, что это безумные люди, по сравнению с которыми там большевики, это были просто верх интеллектуализма и порядочности. Вот. И я видел даже недавно что-то такое, Обама сказал, Обама сказал, что как-то уже очень полевела, полевела демократическая партия. Я не знаю, может быть, это было вырвано из контекста, может быть, это не так сформулировал это. Но суть была такая, что даже у Обамы волосы дыбом и глаза на лоб от того, что происходит в его родной партии, где просто живой Оруэлл, то есть 1984-й исходный двор, вместе мы видим каждый день, каждый раз нам, каждый день нам газеты приносят какие-то сообщения о том, что там вытворяет эта вот четверка всадников Апокалипсиса, и что она делает с демократической партией. Правда, видимо, сейчас все-таки у них есть много энергии комиссарской, но нет опыта, и более опытная вот эта вот команда Нэнси и Пелоси, всех этих ветеранов, которые вдруг осознали, что им сейчас делают, как во французской революции, гильотину. Они начали потихонечку эту самую, этих всадников Апокалипсиса прижимать. На этом фоне, когда приезжает команда демократов в Израиль, то, в общем, наверное, их кто-то встречал. Наверное, они куда-то ходили, с кем-то целовались и обнимались, и руки пожимали. Мы об этом даже не узнали. Поехали ли они к Аббасу? Тоже большой вопрос, потому что Аббас сейчас вообще стал нерелевантен. Ну, в каком-то смысле он сам это сделал. Аббас расплевался с Америкой. Трамп сказал, мы денег платить не будем, пока вы платите террористам. Он сказал, мы будем платить террористам, даже если нам придется срезать с себя куски мяса. Трамп сказал, ради бога, это звучит как план. И, в общем, сейчас Аббас в глубоком откате. Он не хочет, не желает видеть американцев. Возможно, что и вот с этой группой он тоже не хотел видеться. По крайней мере, ничего похожего в новостях наших я даже и не видел. Спасибо большое. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло. Здравствуйте, Александр. Вот недавно такая новость прошла, причем даже не сколько новость, сколько настоящее событие. Ее, кстати, озвучила Ася Энтова в своей программе недели три назад. Это то, что в газовом месторождении Левиафан оказалось газа не 430 миллиардов, как думали раньше, а примерно 3,5 триллиона. То есть, что делает Израиль, ну, не просто он может себя обеспечить, свои нужды, а еще и довольно серьезным поставщиком газа. И, по-моему, это очень такое серьезное событие, которое должно оказать большое влияние на все дальнейшее существование Израиля. Я вот посмотрел, ну, в Википедии, это получается, что Израиль по своим газовым объемам равен примерно Азербайджану и Казахстану вместе взятым. А я где-то помню, там, в Казахстане... Спасибо большое. Просто нет времени, нам нужно было еще обсудить много вопросов с Александром. Александр, у вас есть какой-то комментарий по этому поводу? Да, значит, я попробую кратко сказать, действительно, несколько моментов. Во-первых, да, Израиль нашел газ на шельфе. Количество этого газа — это вопрос спекуляций и биржи. Поэтому я бы не стал... Сразу вот появилось сообщение, столько-то, потом оказалось другое количество, потом меньше, потом больше. Я бы сказал так. У Израиля есть большие залежи газа, которых за глаза хватит и самому Израилю, и хватит, чтобы продавать и быть богатыми. То есть, может быть, всю Европу накормить нашим газом мы не сможем. Это вопрос спекулятивный. Но то, что мы сами можем разбогатеть очень здорово, продавая тот газ, который нам не нужен, излишки газа в Европу, — это 100%. В свое время левые очень не хотели, чтобы Израиль начал продавать газ. И Натаньяу фактически... Они затормозили примерно на 6-7 лет возможность экспорта газа в Европу. Что они только не делали. Это просто уму непостижимо. Наши политики левые, наши организации левые костьми ложились. Натаньяу в этом смысле... Вот это одна из его... На мой взгляд, одна из важнейших его заслуг. Он пробил этот проект через все тернии. Вы даже не представляете себе, как это было сложно. Израиль начинает поставлять сейчас... Начнет поставлять газ Европу через Грецию и Кипр. И левые сейчас скулят, что они боятся вот чего. Теперь они... Мы теперь знаем, чего они боятся. Они говорят, когда Европа сядет на израильский газ, она перестанет ругать Израиль и требовать, чтобы он ушел из Иудеи и Самарии. Европейцы, они же мы знаем, они продажные. То есть сегодня они могут гнобить Израиль, потому что им выгодно. Они получают газ от арабов. Завтра они начнут получать газ от Израиля. И они заткнутся и будут льстить и лицемерить перед Израилем. И, конечно же, левым нашим это не хочется. И Путину это не хочется. Потому что, да, Израиль не конкурент для России. Но частично немножко конкурент. То есть заменить полностью Россию Израиль не сможет. А вот какой-то сегмент отобрать себе и таким образом ослабить российскую иглу, снять с российской иглы хотя бы частично Европу, может. Поэтому Америка, Трамп, Америка очень заинтересована в том, чтобы трубопровод поработал. В этом смысле это тоже точка, в которой Трамп поддерживает Натанияу и помогает ему продвигаться вперед, помогает ему договариваться с европейцами. Когда все это начнется, я думаю, что в 2020-2021 год пойдет газ, и, соответственно, в Израиле начнется поток денег, который, безусловно, в первую очередь обогатит те структуры частные, в том числе компанию американскую, которая этим занимается. Но, конечно же, понимаем, что через налоги это все пойдет и на страну. И это вторая точка, из-за которой левые просто сходят с ума. Они все время пытались доказать, что Натанияу это плохо. И можно говорить все. То есть нарратив можно на любой нарратив, можно построить противоположный нарратив. Но когда у тебя в стране становится много денег, и все начинают жить лучше, то ты не можешь уже объяснить, почему Натанияу это плохо. И для левых это целая катастрофа. Сейчас то, что они готовят, они пытаются в последнюю секунду сместить Натанияу любой ценой, чтобы вот на эти самые дивиденды из газа встать самим, сесть на трон и начать раздавать подарки направо и налево, показывая, какие они замечательные. Вот как-то так. Понятно. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло? Да, говорите, пожалуйста. Я слышал, что Барак продал концессию, разработку газа в газе, продал палестинцам. Так ли это или это просто слухи? Спасибо. Спасибо. Нет, это совершенно не слухи. Это действительно одна из самых грязных сделок, в которой был замешан Ихуд Барак, вернувший сейчас политику в крайне параллевой партии Мерец, и автономия, и Мартин Шлаф, австрийский еврей, человек, который замешан практически во всех грязных сделках Европы и Израиля, и который считается главным спонсором, в частности, Авикдора Либермана, партии «Наш дом Израиль». Значит, ситуация вот какая. Когда Барак был премьер-министром, он был самым краткосрочным премьер-министром в истории страны. Он буквально полтора года вместо четырех, потом его просто смело. Он был абсолютно неудачный премьер. За это время он успел много чего натворить. Например, он вывел наши войска из Ливана и превратил Хизбалу, по сути дела, в стратегическую угрозу. При нем началась самая кровавая, с точки зрения гражданского населения, война против гражданского населения. Война, вторая интифада, так называемая, в которой погибло максимальное число граждан израильских, сравнивая со всеми остальными войнами. И в последние буквально недели, когда он был премьер-министром, он уже уходил с этого поста, был разработанное месторождение газа на шельфе, к югу от Ашкелона, неподалеку от территории сектора газа. Но все-таки на территории, если проводить границу в море, то это было на территории Израиля. И Барак подарил, просто не даже не продал, он подарил это месторождение астономии. Тогда в Газии еще был Арафат, даже, а не Хамас. Это было еще до размежевания. И ушел в отставку. Вместо него пришел Шаром. И арабы, Арафат, прекрасно понимали, что Шаром такой человек, что он Барак отдал, отдал совершенно против всех законов, без всяких договоренностей. Шаром может просто отобрать обратно. Они быстро-быстро продали это международной компании, британской, по-моему, и Марстину Шлафу. Вот тому самому Марстину Шлафу, который связан и с Бараком тоже, и с Либерманом, и еще с многими израильскими политиками. Понятно, что в этой истории что-то очень-очень грязное и что-то очень нечистое. Эта история до сих пор не расследовалась в Израиле. В частности, потому что в Израиле судебная структура, часть той же самой мафии. И до нас доходят только отголоски. Вот эти отголоски выглядят крайне неприятно, как в американской пословице. Если что-то крякает, как утка, двигается, как утка. И похоже на утку, это утка. Если что-то так грязно пахнет и так грязно выглядит, то, безусловно, это какая-то ужасная грязь. И эта ужасная грязь действительно связана с Бараком, и это не слухи, это так все и было. И вопрос был на 5 миллиардов. То есть, потом в итоге эту концессию продали за 5 миллиардов. Обалдеть. Александр, давайте, пока нет звонков, давайте обсудим такую тему. Ну, мы знаем, что в Вармунском проливе там, конечно, творится что-то непонятно страшное. И, тем не менее, почему-то Германия пытается саботировать вот то американское вмешательство, которое сегодня происходит. В каком смысле они это пытаются саботировать? Пожалуйста, расскажите, пожалуйста. Да, действительно, вот этот скандал, который разгорается сейчас между Америкой и Германией, выглядит следующим образом. То есть, да, мы знаем, что Иран начал агрессивные действия в Вармунском проливе. И, по сути дела, вынудил Вашингтон объявить о международной военно-морской операции «Сентинел-2019», которая призвана защитить судоходство в регионе. И обращение Вашингтона было ко всем странам. Ребята, давайте, помогайте. Потому что, с точки зрения Вашингтона, это вообще, как бы, с точки зрения Америки, это совсем небольшой интерес. Это раньше Америка получала свою энергию из Берсидского залива. Ей было важно, чтобы эта энергия шла, газы, нефть, чтобы шли танкеры как следует, и чтобы ничего их не сбивало. Сегодня Америка не просто почти не покупает там ничего. Она сама продает. То есть, в каком-то смысле, ей даже хорошо, чтобы там был бардак. Потому что тогда это поднимет цены для американских экспортеров. Но Америка ведет себя как ответственный защитник международных интересов. И говорит, ребята, надо иранцам дать понять, что мы не позволим им устраивать пиратские гонки в Вармунском проливе, захватывать танкеры и, так сказать, делать то, что они сейчас делают. Давайте помогайте. Потому что Трамп, ведь он же человек очень прагматичный. Он говорит, хорошо, будем устраивать операцию. Но почему только Америка должна платить? Пусть европейцы, которые были такие большие друзья сделки, подписанные Обамой с Ираном, которые говорили, что Иран такой умница и молодец. И которые, в общем-то, являются главными бенефициарами, одним из главных бенефициаров этой самой нефти и газа из Персидского залива. Ребята, давайте-ка вы тоже пришлете туда свои войска и будем вместе охранять. Ну и Британия, как достаточно верный друг Америки, в общем, наименее, наверное, прогнившая из европейских стран, она туда прислала тоже два, фрегат и эсминец в Персидский залив. Ну, хоть как-то, но поучаствовала. К слову сказать, Израиль участвует в этой операции. Ну, у Израиля, насколько я знаю, нет авианосцев, но у Израиля есть разведка и связи, и дроны, и всякая другая техника хитрая в регионе. И Израиль открыто участвует в этой операции, о чем наш министр иностранных дел и министр разведки КАЦ сообщил. Теперь, для тех, кто знает историю, это звучало действительно как гром среди ясного неба, потому что, напоминаю, война в Ираке, 90-й год. Америка идет накостылять Саддаму Хусейну и выгнать его из Кувейта, потому что Кувей — это стратегический интерес в тот момент Америки. Америка хочет, чтобы было все стабильное, чтобы нефть и газ шли как следует. А Саддам Хусейн хочет там устроить бардак и прибрать это все к рукам. Америка его идет выгонять, собирает, подгребает и других арабов всяких региональных, чтобы типа, мол, вместе будем. Не то, что Америка занимается интервенцией империалистической в Ирак. Нет, мы идем решать ваши проблемы, давайте подгонять и ваши войска тоже. И арабы говорят, мы хорошо, мы будем участвовать, чтобы не дай бог там не было никакого Израиля. И Саддам, чтобы развалить коалицию, он начинает стрелять ракетами по Израилю, понимая, что Израиль сейчас ответит ему, а ему не страшно. Ему так сказать, ну Израиль ответит, ну там погибнут его люди, ему-то что? Главное, что тут же развалится американская коалиция. И Америка в лице Буша тогда, да, она говорит Израилю, сидите тихо, держите все эти оплеухи от Саддама, сдерживайтесь, не дай бог вы ответите, потому что вы нам развалите коалицию. И вот так это было в 90-м году. И вот все изменилось. Нам ведь что говорили? Нам говорили, что Израиль договорится и сможет жить в мире с арабами только тогда, когда пойдет на уступки. Какие уступки? Ну уступки, которые на самом деле несовместимы с дальнейшим существованием иерийского государства. И тут приходит Натаньял и говорит, а зачем нам такие уступки совершать? У нас будет своя политика, мы будем экономически сильны. В международном плане у нас будут хорошие связи, у нас будет военная сила, и арабы прибегут к нам как миленькие. И вот они прибежали, и вот сейчас в Армурском проливе израильтяне откровенно, открыто участвуют в этой самой операции, и арабы уже не возмущаются. И иранцы тоже знают, что присутствие израильтян уже не отгонит арабов вот этой коалиции, потому что есть общий интерес. Так вот, в эту коалицию Америка позвала и Германию тоже. А что делает Германия? А Германия говорит, мы не присоединимся. Плевать мы хотели, это ваши проблемы. Мы туда влезать не будем. Почему? Хороший вопрос. Ну, отчасти потому, что они трусливые, отчасти потому, что они все еще надеются, что они смогут договориться с Ираном по-хорошему. То есть вот мы сейчас задобрим этого людоеда, пусть он съест там кого-нибудь другого, пусть он съест там Пахрейн, какой-нибудь Саудовскую Аравию, а нас пока не трогает. И это вот наша политика европейская, она у нас такая. Теперь Трамп, он же не выкомшит, он не дипломат профессиональный, он бизнесмен. Вы не хотите с нами договариваться? Мы сейчас публично к вам призовем. И тогда американский посол в Германии публично как бы в заявлении говорит, что вот Германия же говорила о том, что судоходство международное нужно поддерживать. А кто будет его поддерживать? Мы будем, давайте немцы, присоединяйтесь к нам, будем вместе в Армузском проливе наводить порядок. Но Германия даже на такой откровенный публичный призыв отвечает, нет, не пойдем. То есть, если Трамп думал, что он сумеет пристыдить немецких политиков и публично призвав их участвовать в совершенно понятной, очевидной, нужной для Германии операции, он их вынудит действовать? Нет, немцы настолько сейчас, как бы немецкая политика, немецкое политическое руководство настолько находится в антифазе американской политики, что даже вот на такой откровенный призыв, они вместо того, чтобы стыдиться, они говорят, нет, не пойдем. Мы считаем, что вот такое вот вмешательство, оно придет только еще больше проблем. То есть, понятно, что это лицемерная демагогия. Что значит вмешательство и куда уж большие проблемы? Мы видим, что Иран идет в Абан, что он понимает, что либо сейчас его санкциями экономическими придушат, потому что раньше он добывал 2 миллиона баррелей в день, а сейчас только 100 тысяч баррелей, если не меньше. То есть, все, у него нефти, газа больше нет, другой экономики у него тоже нет, все идет прахом. И американцы говорят, ну давайте, ребята, сколько вы еще так выдержите? Давайте-ка идите на переговоры, и будем заключать нормальную сделку, в которой вы никогда не сделаете ядерную бомбу, и не будете развивать ракетные вооружения. Иранцы этого не хотят, потому что это означает, что они проиграют все, они проиграют эту свою экспансию, войну экспансии по всему Ближнему Востоку. И их единственная надежда, это и вот эти трусливые европейцы, которые сейчас саботируют немецкие, американские усилия, прошу прощения, по их подавлению. И это действительно, конечно, выглядит совершенно ужасно, потому что Европа, а конкретно Германия, ну кто там, допустим, скажем, Чехию никто не спрашивает, говорят Германия и Франция. Франция, она хитрее, она говорит, мы обдумываем, мы как бы не против участвовать в операции, но мы думаем, мы тут решаем, как бы нам, кого бы нам лучше послать туда. Вот, я неужели как две недели решаю. А немцы просто говорят, не пойдем и все. Плевать мы хотели на вас. Александр, вот как вам... Посмотрим в ближайших передачах. Как вам такая многоходовочка? Может быть, Германия не вступает в это дело именно потому, что они сейчас ведут переговоры с Россией о вот этом Северном потоке-2, а как известно, Россия и Иран, это якобы партнеры-союзники, может быть, они не хотят нарваться на неприятности от России? Очень может быть, что так и есть. Действительно, отказ Германии от выполнения своих обязательств по защите судоводства в Кельсинском заливе, в тот момент, когда фактически западный альянс уже столкнулся с проблемой усугубления военных связей Турции с Россией, то есть Турция отвалилась от НАТО как бы, а тут еще Германия отваливается, это, безусловно, воспринимается в Москве, даже если Москва не такой уж большой поклонник и друг Тегерана, но им приятно вставлять вот эту самую пику в бок Америки, и это, безусловно, свидетельствует еще раз о усугублении разногласий внутри Западного альянса, и это, без сомнения, радует Москву. Так или иначе, да. Безусловно. И возможно, что немцы вот таким образом пытаются, ну, к сожалению, это европейская политика испокон века, а если Америка идет за ценностями, то европейцы идут вот за сиюминутные выгоды, и, как правило, раз за разом наступают на диджит одни и те же грабли, потому что тот, кто забывает о ценностях, идет за сиюминутные выгоды, потом получает гораздо больше. Как Черчилль сказал, вы хотели, вы боялись войны и хотели мир, вы получили, вы из хотели, как там было, помните эту фразу замечательно, сейчас она выскочила мне из головы? Вы пошли позор войне, получили и войну, и войну, и мир, да, и позор. А вы понимаете, просто я понимаю это дело так, что Германия сейчас борется за то, за получить право стать поставщиком российского газа по всей Европе, это большие деньги. И если они сегодня выступят на стороне Америки, они, может быть, боятся потерять вот это вот преимущество стать поставщиком, поэтому они пытаются как-то пролавировать эту ситуацию, не желая остановиться между Россией, Ираном и Америкой, в этом смысле. И при этом, конечно, очень мне понятно возмущение Трампа, которое говорит, ребята, а вы не офигели ли? Мы вас охраняем. То есть кто сегодня платит за НАТО? Кто сегодня реально защищает Западную Европу от российской интервенции, чтобы не сделать из Берлин наш, например? Что мешает Путину сегодня сделать Берлин наш за несколько часов? Немецкая армия, да нет такой. Чешская армия, смешно просто. Французская армия, мы ее видели еще во Вторую мировую войну. Единственное, что мешает сегодня, это американская армия, американские базы, которые там стоят, американские ракеты и американская решимость. И если Америка платит за все это, так Германия еще будет кусать ту руку, которая кормит. Спасибо большое, Александр. Мы должны прерваться. Спасибо вам огромное. Будьте здоровы. До следующей встречи. Всего хорошего. Продолжение следует...